И сейчас человек, который выйдет на эту сцену, расскажет о том, какая философия в нашей компании появилась, какая родилась философия за эти 8 лет и вообще, что нас ждет в будущем. Интересно заглянуть в будущее? А раз интересно, тогда мы приглашаем на эту сцену директора по продукту компании Global Intellect Service Сергея Костюжова. Всем доброе утро. С днем рождения. С каждым годом продукт становится все более масштабным и все сложнее уместиться в тайминг. Коллеги мне добавили 5 минут. Все равно было мало. Я много готовился, медитировал. Вот фотографии есть к подготовке презентации. Все равно волнуюсь, поэтому подержите, пожалуйста. Спасибо большое. Собственно, что это сила все-таки. Мой сегодняшний спич про то, как мы развиваем продукт. И хотел бы я начать, наверное, с воспоминаний об итогах года, о том, что мы с вами задекларировали, что мы с вами запланировали, пообещали. Давайте пройдемся по вот этим вот моментам. Первое. Мы с вами задекларировали в феврале на итогах года, что такое UDS. UDS — это про деньги. Миссия продукта в том, чтобы увеличивать прибыль предпринимателей, прибыль малого бизнеса. Мы делаем новые инструменты, мы помогаем предпринимателям зарабатывать больше денег. И в этом главная, основная миссия нашего продукта. Мы живем с вами в мире, который невероятно меняется прямо сейчас. Но мы, несмотря на то, что помним, кто мы, мы помним, зачем мы. Мы помним, что наша главная миссия — UDS — это про деньги. Мы помогаем предпринимателям увеличивать прибыль. И каждые три недели мы выпускаем обновление, которое делает наш продукт еще лучше и которое делает наш продукт более конверсионным для того, чтобы предприниматели получали больше прибыли. Хочу сказать огромное спасибо сообществу за обратную связь, которую вы нам даете, за то, как вы нам помогаете растить наш продукт. Прежде всего, департамент по продукту, конечно. Спасибо вам большое. Все, что вы сегодня увидите, это наша общая заслуга. У нас есть метрика, главная метрика, которая показывает полезность, ценность нашего продукта и того, что мы делаем. Это количество покупок, которые люди совершают с использованием UDS, чтобы сэкономить семейный бюджет или свои собственные средства. Мы ориентируемся на эту цифру. Когда мы видим, что она растет, значит все в порядке. Прямо сейчас практически 4,5 миллиона покупок в месяц делают обычные потребители при помощи UDS. И этот рост в принципе не останавливается и в 2022 году. Это говорит о том, что наши действия не напрасны. Все, что мы делаем направлено на рост продукта. Мы продолжаем расти и развиваться. За эти полгода было сделано очень много. Я сейчас в целях экономии времени расскажу только об основных вещах. Помните, что мы с вами договаривались на итогу года, что мы покажем каждому предпринимателю, сколько денег он сэкономил при помощи UDS, сколько денег ему UDS принес. Так вот сейчас абсолютно каждый предприниматель на территории Российской Федерации, который находится на платформе больше одного месяца, может зайти в UDS админ или в мобильное приложение UDS бизнес и найти кнопку ежемесячный отчет, при нажатии на которой у каждого предпринимателя открывается вот такой вот отчет, в котором он может видеть цифры, и они чаще всего прекрасные цифры о том, как работает UDS. Этот отчет будет развиваться, и совсем скоро там появятся рекомендации о том, что должен делать предприниматель, чтобы UDS приносил еще больше денег. Это я еще рассказываю только о том, что мы давно сделали, а вот когда расскажу о том, что будет, ух, вообще. Продолжаем о том, что мы сделали. Мы с вами в феврале договаривались, что мы запускаем новый простой продукт, упрощенная программа на ялинстве на базе кошельков Apple Wallet, Google Pay для компаний, которые не хотят пользоваться мобильным приложением UDS по каким-то причинам. Это франшизы, премиальные компании, компания 18+. Мы договорились, что мы для них запускаем упрощенную программу лояльности, UDS становится универсальной программой лояльности, где можно не только через приложение получать скидку, но и по номеру телефона, и при помощи вот таких вот замечательных карт. Мы это сделали, весной мы запустили этот продукт, и прямо сейчас вы видите на экране компании, которые уже пользуются этим продуктом. Это реальная компания. Можно, наверное, даже отсканировать QR-код и вступить. Вы пока не сканируйте, пожалуйста. Будет еще много возможностей отсканировать полезные QR-коды. Напоминаем просто вам прямо сейчас, что у вас прямо сейчас есть альтернативный простой продукт для ваших потенциальных клиентов. Его тоже можно продавать прямо сейчас. По вот этой ссылке, по этому QR-коду можно открыть сайт, который подробно, понятно рассказывает, как работает этот простой продукт. В телеграм-канале UDS бизнес вы можете найти инструкцию, как развернуть свой собственный сайт со своим реферальным хвостом, который позволит вашим клиентам продавать этот продукт. Двигаемся дальше. Мы пообещали в феврале, что в нашей экосистеме появится сервис онлайн-записи, который будет бесплатный для наших клиентов, и он появился. В UDS Store вы можете найти сервис Reserve Online, через который абсолютно каждый предприниматель может организовать запись на услуги. Этот сервис абсолютно бесплатный для наших клиентов. Пользуйтесь. Welcome. По этому QR-коду можно открыть сайт этого сервиса. Это только первый пример. Открою маленькую тайну, что наши партнеры сейчас готовят выпуску еще один сервис. Он не менее интересный. Он направлен для того, чтобы клиенты оставляли обратную связь по QR-коду, даже без совершения оплаты. Такой сервис на подходе. Экосистема UDS будет расширяться и дальше. Двигаемся дальше. Мы не только дорабатываем основной функционал, но каждый месяц мы тестируем огромное количество гипотез. Мы накопили за 8 лет огромные компетенции в сфере клиентского опыта, лояльности. И мы думаем, как нам эти компетенции можно еще применять. Мы посмотрели в новый сегмент торгового центра и подумали, как мы можем быть полезным торговым центром. И прямо сейчас в одном из торговых центров, это Виктория Плаза, мы тестируем механику, когда клиент сканирует QR-код на чеке абсолютно любого арендатора, абсолютно любого магазина, который находится в торговом центре. Причем этот магазин может не находиться на платформе UDS. При этом UDS понимает, что этот чек отсканирован в конкретном торговом центре. Клиент получает баллы торгового центра, которые может потратить потом в дальнейшем на билет в кинотеатр, на парковку или еще на что-то. Но самое главное, что торговый центр оцифровывает этого клиента, может его возвращать обратно на какие-то специальные активности, понимает, кто к нему ходит, какие это иллюзии и так далее. И самое интересное, что, наверное, когда арендаторы торгового центра будут видеть, что люди скачивают охотно приложения, они, скорее всего, будут покупать лицензии, и мы получим массовый рост клиентов. Эта история тестируется уже в открытую. Если у вас есть потенциальные клиенты торгового центра, то мы будем рады с ними пообщаться. Мы со стороны администрации выйдем на Zoom, чтобы помочь внедрить UDS еще и в другие торговые центры. Так что мы очень ждем. Это тоже еще не все. Похожую механику мы хотим тестировать и для других сценариев. Мы стали думать, где еще клиент сканирует чеки, кто может быть в этом заинтересован. И мы поняли, что, скорее всего, UDS может быть полезен производителям каких-то товаров. Вот, например, я хожу в магазин, покупаю там какое-нибудь одно и то же молоко все время. А производитель молока, он даже не знает, что я его постоянный клиент. У него нет точки контакта со мной. Его единственная точка контакта со мной сейчас это полки торговых центров и магазинов. UDS может стать точкой, через которую производители получают прямую коммуникацию с клиентом, оцифровывают клиента, получают статистику о том, кому интересен их товар и другие фантастические вещи, например, получают оценку товара через нашего любимого пуш-оведомления оценить качество обслуживания. Как это работает? Я сходил в магазин продуктов, купил в том числе вот это вот молоко, например, производитель которого стал клиентом UDS. Я сканирую QR-код. UDS понимает, что молоко есть в чеке и оцифровывает меня в клиентскую базу производителя молока. Я получаю баллы от производителя молока, которые в дальнейшем могу использовать, например, на какой-то там мерч этого производителя. А производитель начинает накапливать клиентскую базу и может с этой клиентской базой дальше взаимодействовать. Мы видим огромный потенциал в этой истории. Если у вас, уважаемые партнеры, есть потенциальные клиенты, производители каких-то товаров массового потребления, мы со стороны администрации будем тоже очень рады с ними пообщаться, выйти на контакт и запустить тест. Это огромный сегмент. И таких сегментов много. Мы со стороны администрации постоянно ищем новые сегменты, куда мы можем расти. Спасибо. В общем, мы развиваемся и растем. И мой сегодняшний доклад, он, наверное, больше не о том, что мы сделали, а о том, по какому принципу выбираются задачи. Постоянно, каждый день мы получаем огромное количество обратной связи от клиентов, от партнеров и сталкиваемся с недопониманием. Вот так примерно обычно выглядит диалог. Нас просят добавить какую-то кнопочку, какую-то функциональность, а мы вот такие вот нехорошие не добавляем. Или добавляем. Почему? А потому что мы пытаемся докопаться до истины. В чем причина, почему люди хотят эту кнопочку? Функционал, который добавляется в UDS, проходит через главный фильтр. UDS – это про деньги. Наша миссия – это увеличивать прибыль предпринимателя. Таким образом, главный вопрос, как мы можем увеличить прибыль бизнесу. Если вдруг мы можем при помощи этой кнопочки, этой возможности увеличить прибыль бизнеса, то мы эту задачу берем в работу. Чем сильнее она может повлиять на прибыль бизнеса, тем выше ее приоритет среди других задач. Давайте сейчас мы с вами разберем, от чего зависит прибыль бизнеса и как это все, в общем-то, влияет на доработки, обновление UDS. Первое, как мы, разработчики UDS, можем увеличить прибыль бизнесу, это, конечно же, возвращать клиентов. Я думаю, что вот эту цифру все из вас знают, используют в переговорах, правила ПРТО. 80% прибыли приносят 20% клиентов. Самые платежеспособные, самые лояльные. И мы при помощи программы лояльности вот этот вот сегмент растим и увеличиваем прибыль повторных покупок. 8 лет, по сути, мы наращиваем компетенцию в том, чтобы увеличивать прибыль повторных покупок. Мы это научились, и программа лояльности – это наша ключевая экспертиза. Поэтому развитие программы лояльности – это один из самых важных приоритетов команды разработки. Если вы внимательно следите за нашими обновлениями, вы, наверное, заметили, что в июле буквально у нас вышло большое обновление. Мы доработали систему статусов лояльности, и теперь не только кэшбэк меняется при достижении новых статусов, но и больше баллов клиент может списать с достижением каждого из статусов. Это одно из самых… одно из обновлений, которое вызвало максимальную реакцию в партнерском сообществе, в клиентском сообществе. Мы увидели, что мы сделали фичу, которую очень давно ждали, и мы видим, что максимально быстро клиент начинает это использовать. Буквально через одно обновление, через три недели в мобильном приложении экран бонусной программы тоже поменяется. Он будет более красочным, и он будет еще больше конвертировать клиента в то, чтобы он приобретал новые статусы. Мы будем делать получение статуса более привлекательным, чтобы клиент возвращался, покупал больше, и таким образом растить прибыль с повторных покупок. Пропустил важную цифру, которая доказывает нашу экспертность. Данные за 2021 год только на территории России, только за 2021 год повторные покупки принесли практически 47 миллиардов рублей тем самым предпринимателям, которые работают на платформе UDS. Потрясающая цифра. Мы усиливаем сильно и растим инструменты для увеличения повторной прибыли. Еще один важный инструмент, который мы растим, это сертификаты, которые являются очень мощным инструментом для увеличения в том числе повторной прибыли. У нас есть такой вот красивый график, который показывает покупки сертификатами. Полтора года назад мы запустили этот функционал, и 3000 покупок в месяц было сертификатами. Затем мы начали тестировать гипотезы. Департамент по продукту активно включился в то, чтобы этот функционал использовать, проповедовать его среди наших клиентов. И мы видим потрясающий результат. Сейчас более 75 тысяч покупок в месяц проходит при помощи сертификатов. И мы видим, что это не просто покупки. На самом деле клиенты, которые получили сертификат, они, может быть, без этого сертификата даже не пришли и не купили бы. Они не просто возвращают клиент, но еще и увеличивают средний чек. Наверное, поэтому сертификаты были одним из лидирующих запросов на обратную связь. Наверное, каждый третий, каждый четвертый запрос на обратную связь был по улучшению сертификатов. И мы, в общем-то, взяли и в июне улучшили сертификаты. Это было большое обновление. Мы практически полностью переписали всю логику и учли всю обратную связь от нашего клиентского и партнерского сообщества. Теперь у каждого сертификата может быть свой процент списания. Их стало больше. Теперь они списываются отдельно от баллов. И самое главное, можно автоматически дарить красивый сертификат на день рождения с картиночками, с текстом поздравления. И эти сертификаты сгорают через неделю после дня рождения, например. Масса возможностей, очень гибкий инструмент. И мы его дальше будем растить. Спасибо большое вам за обратную связь. Без вас бы это все не состоялось. Идем дальше. Мы развиваем очень активно весь функционал и получаем вопросы от предпринимателей. А как мне, в общем-то, с этими клиентами работать? Мы всегда говорим, что если в компании выстроен процесс оцифровки клиентов, то дальше все идет как по маслу. Очень многие клиенты действительно справляются с этим. У них есть стабильный поток оцифровки и большая клиентская база. И они спрашивают, окей, а что с этим делать? Чтобы решить эту проблему, мы начали делать функционал сегментации. И, наверное, многие из вас знают, что в течение года мы активно его развивали. Прямо сейчас на кассе сотрудники или менеджеров консоли UDS бизнес можно сегментировать клиентов в тех разрезах, которые интересны конкретному бизнесу. Марка автомобиля, наличие детей, аллергии, какие блюда любит этот человек. Все эти данные можно сейчас собирать при помощи UDS. Но один из важнейших запросов был о том, чтобы выявить сегмент А тех самых клиентов, которые приносят максимальное количество денег, те самые 20% клиентов, которые приносят 80% прибыли. Мы думали, как решить эту проблему и решили использовать RFM. RFM – это готовый математический инструмент, метод анализа клиентской базы. Наверное, те, кто занимается маркетингом, слышали об этом. Этот метод анализа позволяет сегментировать клиентов по трем параметрам. По дате последнего визита, по частоте и по сумме покупок. Клиентская база по этим параметрам математически разбивается на несколько сегментов. Зачем это делается? Первое, чтобы выявить наиболее значимых клиентов и работать активно именно с ними. А во-вторых, чтобы выстроить таргетированный процесс работы с каждой группой. Мы этот метод анализа проанализировали полностью. Мы его адаптировали под функционал UDS. И теперь в UDS бизнес добавляется новый раздел. В статистике появляется вкладка RFM-сегментация, в которой можно увидеть автоматическую сегментацию вашей клиентской базы по платежеспособности и частоте покупок. Мы не просто показываем какую-то статистику, мы не даем фильтра, мы каждый месяц, каждые 4 недели пересчитываем вашу клиентскую базу и показываем, вот эти клиенты, ваши чемпионы, работайте с ними, потому что они приносят вам львиную долю клиентов. А вот эти вот клиенты, их нужно вернуть, потому что они давно к вам не приходили. Раньше они приносили большие чеки, но сейчас не приходят. Пожалуйста, обратитесь на них особое внимание. По каждому сегменту можно увидеть подробную статистику. Если нажать на конкретный сегмент, можно увидеть, как он изменился по отношению к прошлому месяцу. Можно увидеть, сколько денег конкретно принес этот сегмент. Очень-очень-очень много данных. Самое главное, зачем это нужно? Спасибо большое. Это еще не все. Самое главное, зачем все это нужно? Можно перейти к списку клиентов и с ними взаимодействовать. Если вы видите, вот здесь вот под заголовком написана рекомендация. Этих клиентов нужно вернуть, и мы говорим, как их нужно вернуть. Какие сертификаты им нужно отправить, какие баллы. Вы можете перейти к списку клиентов, выделить их и совершить маркетинговую активность. Отправить баллы, отправить сертификат и так далее. Через месяц вернуться сюда и посмотреть, как эта тема сработала, действительно ли вернулись клиенты. Этот функционал тестировался довольно долго вместе с департаментом по продукту прежде всего. Мы выявили слабые места, мы их исправили, и мы готовы презентовать его всем нашим клиентам. RFM анализ клиентской базы появится уже в следующем обновлении, которое состоится уже во вторник. Во вторник клиенты на тарифе PRO, у которых есть не менее 200 покупателей в клиентской базе, смогут включить RFM анализ и получить подробную разбивку клиентской базы по платежеспособности и частоте покупок. Не забудьте зайти в консоль и включить эту историю. Спасибо. Это еще не все. Предприниматели спрашивают, окей, вы дали нам классный функционал, что я должен с этим делать? Мы пытаемся ответить на этот вопрос, поэтому, может быть, вы заметили, что в консоли UDS Business поменялась стартовая страница. Теперь в июле мы открываем предпринимателю не клиентскую базу, иди работай, а мы открываем ему дашборд, на котором мы собираем ключевую информацию, на что ему нужно обратить внимание прямо сейчас, чтобы увеличить прибыль. Это сводная информация. Мы показываем оборот за текущий день, мы показываем, сколько у него было реальных покупателей, сколько у него было оффлайн покупок на обкассе, сколько у него было заказов. Мы даем практически советы. Прямо сейчас мы говорим предпринимателю, ты давно не отправлял пуш-оведомления, зайди, отправь. Мы показываем, что у него были негативные отзывы, ему нужно зайти в раздел отзыва, отработать негатив. Вот эта страница, она становится точкой, через которую мы фокусируем предпринимателя на конкретных местах, где есть недополученные прибыли. Мы ожидаем, что этот экран приведет к тому, что предприниматели станут более правильно использовать UDS, и их прибыль с повторных покупок будет расти. Самая классная возможность, по моему мнению, на этом экране, это баннер. Вот видите, в правом верхнем углу есть красивая картиночка. Она будет все время меняться. На этой картиночке мы будем показывать информацию об обновлениях, мы будем рассказывать о мероприятиях, о вебинарах, самую важную информацию, о которой должен знать предприниматель, мы теперь будем добавлять в том числе в этот блок. Спасибо большое. Совсем скоро в ближайших обновлениях аналогичный дашборд появится и в мобильном приложении UDS Business. Сейчас будет самая моя любимая часть презентации. Мы очень давно говорим об автоматизации, о том, что наша миссия не просто увеличение прибыли, но еще и освобождение предпринимателя от рутины. Если мы можем действительно что-то сделать за предпринимателя в части работы с продуктом и увеличение прибыли, то мы это сделаем. Мы с командой сделали очень важную реорганизацию внутри. Мы разбились на несколько мини-команд и задача одной из команд было сделать так, чтобы большинство компаний совершало маркетинг в активности. Чтобы это происходило, мы подумали, что надо сделать так, чтобы эти активности происходили без участия предпринимателя. Мы выбрали самые частые обращения на обратную связь, о том, что нужно было бы сделать с точки зрения автоматизации. Мы поняли, что есть три ключевые проблемы. Первый – это конвертировать первую покупку. Вы знаете, что в нашем мобильном приложении теперь можно вступить в клиентскую базу. И пользователи мобильного приложения UDS действительно вступают в клиентские базы, они находят интересное предложение, но по какой-то причине они, видимо, забывают воспользоваться своими бонусами. Клиент вступил в клиентскую базу и не приходит. И мы подумали, что конвертировать первую покупку можно следующим образом. Если с момента вступления в клиентскую базу прошло, например, 7 дней, 10 дней, это настраивает предприниматель, а клиент так и не совершил покупку, то мы отправляем ему либо сообщение с классным, конверсионным, добрым каким-то текстом, либо баллы, либо сертификат. Пока, да, чувствую, что без картинок не очень понятно, как это будет работать. Еще одна классная механика – конвертировать в повторную покупку. Абсолютно каждый предприниматель знает… Вот, аплодисменты. Мы нащупили болевую точку прямо сейчас. Абсолютно каждый предприниматель знает репотребляемость своего бизнеса. Не знаю, в барбершопе, наверное, 30 дней человек постригся, через 30 дней надо его как-то вернуть. И абсолютно любой предприниматель на базе UDS сможет вставить в настройки UDS репотребляемость своего бизнеса, запустить скрипт. И через 30 дней клиенту после его прошлой покупки придет сообщение, или придут баллы, или красивый сертификат с классной картиночкой и сроком сгорания. И это еще не все. Третья важная проблема, о которой говорят предприниматели, это увеличить средний чек. Мы тоже довольно много общались с партнерами, с предпринимателем, думали, как это еще можно сделать, какие дополнительные механики можно внедрить. И мы поняли, что было бы классно, например, при ситуации, когда клиент в течение какого-то периода, например, в течение недели совершил покупок, например, на 20 тысяч рублей, подарить ему дополнительные баллы или сертификат. И представляете, если мы такую настройку делаем, внедряем скрипт для персонала, персонал начинает каждому клиенту рассказывать, а ты можешь купить еще завтра, послезавтра, суммарно накопишь 10 тысяч, мы тебе подарим сертификат еще на 1000 рублей. Если все это в комплексе будет работать, то, скорее всего, средний чек вырастет. Это все не фантазия, это не просто скрипты. Прямо сейчас, нет, не прямо сейчас, во вторник, у каждого предпринимателя на тарифе PRO в левом меню UDS Admin появится раздел автоматизация. В разделе автоматизация мы собрали уже существующие скрипты автоматизации, которые у нас есть. Это прежде всего автоответы на оценки, автоответы на заказы, автоматическое пострадание с днем рождения. Все это очень важные скрипты автоматизации, которые у нас уже есть. Также в этот раздел добавляется три абсолютно новых сценария, которые будут работать за предпринимателя, вне зависимости от того, заходит он в UDS бизнес или нет, выделяет ли он клиента в клиентской базе, нажимает на кнопочки. UDS будет делать это сам каждый день за него. Эти три скрипта будут доступны уже во вторник. Они называются сумма покупок, начисление напоминания после покупок, а также вступление в компанию. Функционал автоматизации появится уже в следующем обновлении. Вчера мы с департаментом продуктов обсуждали эти обновления, и ребята очень важную вещь сказали, что это абсолютно новое позиционирование, что мы при помощи этой истории отстраиваемся от конкурентов, потому что мы не просто даем инструмент, мы даем инструмент, который позволяет по правилам заданного предпринимателя совершать какие-то автоматические действия. И мы действительно верим, что эта история увеличит прибыль предпринимателя, потому что есть зависимости от того, предприниматель печет хлеб, рассчитывает клиента или уехал в отпуск, UDS будет возвращать его клиентов, а клиенты будут переносить прибыль предпринимателю. Это еще не все. Мы с вами давайте зафиксируем важный момент, что UDS может увеличивать прибыль с повторных покупок, UDS может возвращать клиентов, мы добавили новые инструменты. Но есть еще один важный момент. Как еще можно увеличить прибыль бизнесу? Можно увеличить прибыль бизнесу, приводя новых клиентов. 8 лет мы развиваем UDS, 8 лет мы продаем продукт, и мы вот с таким вот всегда сталкивались. Нам говорили партнеры, нам говорили клиенты. UDS приводит новых клиентов. Мы сталкивались с таким позиционированием, мы сталкивались с такими ожиданиями, но мы говорили нет, нет, UDS это про повторные покупки. Правило про то, 80% прибыль приносит 20% клиентов. Нет, новые клиенты, хотим новых клиентов. Вот мы говорили нет, нет. Нет, но вы помните, да, что у нас мобильное приложение, у которого уже 27 миллионов скачиваний? Мы столкнулись с побочным эффектом рубрикатора. 250 тысяч пользователей в день заходят в мобильное приложение UDS, чтобы получить скидку, чтобы получить какую-то выгоду. Суммарно более трех миллионов пользователей в месяц пользуются этим мобильным приложением, заходят в приложение постоянно. Только за половину первую 2022 года более миллиона пользователей присоединились к клиентским базам из рубрикатора. Они бы не дотянули, они бы не пришли к предпринимателю, они присоединились из рубрикатора, потому что зашли в приложение и нашли предпринимателя там, в мобильном приложении UDS. Суммарно только на территории России эти клиенты в 2022 году принесли более двух миллиардов рублей. Осознайте эту цифру. Вот это поворот. UDS, оказывается, может приводить новых клиентов. Мы боролись с этим позиционированием очень долго, и сейчас мы находимся в стадии принятия. Да, UDS действительно приводит новых клиентов и увеличивает прибыль не только с повторных покупок, но еще и с новых клиентов. И что мы делаем? Мы не только приняли это, мы решили развивать это позиционирование и добавлять новые инструменты. Мы начинаем не просто увеличивать прибыль с повторных покупок, мы начинаем приводить предпринимателям новых клиентов при помощи приложения, в котором 3 миллиона пользователей в месяц, у которого 27 миллионов скачиваний. Мы помогаем предпринимателям выделиться в этом предложении за небольшую плату. Это становится дополнительной мотивацией и для партнеров. Это становится дополнительным источником прибыли для предпринимателей. И, конечно, становится приятным для клиентов, потому что они находят для себя выгодные предложения. Наверное, вы заметили, я надеюсь, что все здесь присутствующих скачали мобильное приложение UDS и заходят туда и постоянно им пользуются, что наше мобильное приложение недавно обновилось, и оно продолжает сильно меняться с каждым обновлением. Мы переработали стартовый экран приложения, в нем теперь очень много мест для контента, для контента, который будет постоянно обновляться. Это прежде всего контент о том, как предприниматель может сэкономить, причем не где-то там, а в заведениях наших клиентов. Мы предприниматели, которые купили лицензию UDS. Все, что касается процесса получения скидки, мы вынесли в отдельную центральную вкладку под логотипами UDS. Там есть единый код скидки. Также там есть все мои компании, все мои баллы, все мои сертификаты. Зачем мы это сделали? Чтобы клиент привык получать скидку именно в главной вкладке, а на стартовом экране постоянно будут изменения, там постоянно будет новый контент. Мы будем постоянно экспериментировать с тем, как этот контент должен выглядеть. Вот только несколько примеров. Я думаю, что совсем скоро в некоторых городах вы же увидите такое большое количество контента. Почему мы это делаем? Потому что мы строим лайфстайл-приложение на каждый день, чтобы UDS стал тем самым приложением, в которое каждый день люди заходят, потому что они знают, что каждый день там появляются новые скидки, там появляются новые акции. Там можно не просто найти какую-то акцию, но и найти место, куда можно, например, с семьей сходить сегодня вечером. Это становится еще одним важным фокусом, над которым мы работаем. Мы не просто увеличиваем прибыль с повторных покупок, мы начинаем еще и приводить новых клиентов и растить прибыль с этого направления. UDS — это про деньги. У нас есть два полюса, два фокуса. Мы растим прибыль с первых покупок, приводя новых клиентов, прибыль с повторных покупок. Мы не просто это делаем, мы добавляем новые инструменты. Каждые три недели наша команда разработки с вашей помощью добавляет новые возможности, новые инструменты. Мы несем эту миссию, мы приглашаем всех здесь присутствующих, мы приглашаем сообщество, мы приглашаем ваше окружение нести эту миссию, помогать предпринимателям, растить прибыль, сделать так, чтобы в нашей стране, в нашем мире было больше предпринимателей, было больше классных бизнесов, классных продуктов. Давайте вместе растить этот продукт, говорите нам о том, как сделать его лучше, продавайте его как можно большему количеству клиентов, чтобы весь мир стал более клиентоориентированным. Мы зовем вас в эту историю и, конечно, будем растить наш продукт дальше по этим принципам. Спасибо большое вам. Продолжение следует...